То, что процесс, механизм запущен, переговорный и всякий другое, которое будет готовить большую сделку с Вашингтоном и Пекином, это очевидно. Во-первых, такое уже было. Это было в 1974 году, когда Мао заключил с Никсом. На месте Блинкина был Киссинджер. Все было в том же ключе. Было подготовлено большое соглашение. Оно было заключено. Но оно, кстати, стало предварительно генеральной репетиции конца Советского Союза за каких-то там 10 небольших лет до прихода Горбачева. Ну и там следующих 6 лет, когда Советский Союз просто не стал. То есть, я думаю, пошли по той же схеме. Долгое время соображали, как лучше поступить с ростом Китая, как ему противодействовать. А тут решили не противодействовать, а взаиморазграничить интересы. Вот я так это вижу. И поэтому я думаю, что он, да, безусловно. А зачем Китаю воевать в США? Это зачем? Чтобы что? Чтобы лишиться чего? Вот этого всего, что он достиг за четверть века, в отличие от России, которая двигалась вниз. А зачем? Ну просто вот зачем? Сегодня объявили, что он на земле живет 8 миллиардов. Призрядная их часть живет именно в Китае. Плотность, понятно, какая. И надо их кормить, поить, давать работу, давать образование. А ты как собираешься это делать? Так сказать, рис собираешь или что? И мировая экономика это не предполагает. Всегда считалось, что большие экономики, большие пространства могут изолироваться, существовать автономно. И экономически. Потому, что все есть внутри хозяйства. Да, это большая экосистема экономическая, политическая, всякая другая. Она внутри замкнута и может существовать. Это действительно отчасти было так. Но у меня есть подозрение, что мир настолько стал сильно меняться, что без технологий эта система уже развиваться не может. Она может замкнуться, как северная корея. Да, конечно, у нее все есть. Хозяйство все производит, все едят. Отходы, производство и так далее. Но современный мир это уже не предполагает. Современный мир предполагает взаимный обмен технологический, интеллектуальный, научный, военный. Всякий другой. Китай выбрал сторону именно этого. При том, что он отдельная цивилизация синистская. И он никогда не примет в силу особенностей традиции развития, особенностей цивилизационных, политическую демократию, права человека, так как их понимает Запад. Причину этого я много раз говорил в том, что, по сути, западная цивилизация, она же исходит из иудео-христианского принципа, при котором все-таки жизнь человека и его ценность велика. То есть, христианство так вообще наш лик приравнен к лику божественного. То есть, мы по образу и подобию созданы. И, значит, и ценность наша такая же, божественная, каждого человека. Китайская культура не вполне этого предполагает. Понимаете? Ну, и даже и китайский мир меняется. Даже в нем есть понимание о том, что правители управляют не просто народами, они управляют движением своих стран. Прогрессивным или реагрессивным. Ну, Россия ничего не даст уже никому, понятно. Ни ценности, ни технологии, ни развития. Где? Я всегда задаю вопрос, хорошо, пожалуйста, покажите где. Пусть покажется хотя бы просто телефон, понимаете? Я уж не говорю про компьютер, про электромобиль, про многоразовые ракеты, возвращающиеся, и про компьютеры, сверхкомпьютеры. Где все это? Ровно то же самое, кстати, проецируется и на военное производство. Потому что оно настолько отсталое, как оказалось. Оно еще советское. Перелицованное в постсоветский период, но так неудачно, что оно только ухудшило продукты. То есть, у России нет никакого потенциала развития. Люди бегут оттуда. Бегут-то вот эти самые, которые должны создавать именно это. А остаются люди с кувалдами, понимаете? Прямой путь в каменный век. Ну, это большинству, видимо, нравится, либо большинству обезмолвно и принимает это. Ну, а власть состоит из совершенно компрадорской, продажной, грабящей элиты, которая сама-то живет здесь. Она живет-то на Запад. Дети их все здесь, капиталы их здесь. Мы же это все наблюдаем. Тут не перископная глубина не нужна. Они вон ходят по улицам, понимаете? Поэтому, конечно, Китай, выбирая между одним типом и другим типом отношений, он выбирает отношения с богатыми прогрессивными странами, которые, в общем, скоро полетят на Марс, понимаете? Вместо страны, которая, значит, с палками носит фотографии. Вот и все. Все очень просто. А в этих условиях, а зачем воевать-то? Зачем воевать? Китаю нужен Тайвань. Вот камень преткновения для войны. Все. Все. Да, об этом тоже говорили. Америку уступит. Да, она уступит. Она уступит. Тайвань только не сразу, не так, по-другому. Ну, вы хотите, одна страна, две системы, сохраняйте этот принцип на столетие и живите, как хотите. Америка признает, кстати, единственную территорию израильной нецелостности Китая вместе с Тайванем, юридически. Но не позволит уничтожить суверенитет Тайваня. Вот такая бинарность. Субтитры создавал DimaTorzok